МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании «Гомель» в студии працуя Марина Джалая, глядите в этом выпуске. Областная выборчая комиссия сформирована. Ее состав затвердили сегодня на суместном посаджении Совета депутатов и Аблова Конкама. Маршал Перамоги. Наши корреспонденты наведали бункер, где размешался командный пункт Константина Рокоссовского. Швеция – ватшима беларусов. У «Гомель» открылась выстава фоторабот, призвеченной житию этой скандинавской краины. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. Гомельская областная выборчая комиссия по выбору депутатов Мясцовых Советов депутату 28-го скликания, сформированная в максимальном составе. Его затвердили сегодня на суместном посаджении президиума областного совета депутатов и Аблова Конкама. После обмеркования 18-ти кандидатур и персонального голосования по каждому претенденту, в комиссию обрано 13 человек. Сюда вошли вядомые в регионе люди, которые корыстаются ауторитетом у насельництва. Большая из них мая в опыт работы в выборчих комиссиях. Первое посаджение областной территориальной комиссии, на яким выберут ей кировниство, отбудется в субботу 25-го листопада. Максимальный численный состав позволит в полном объеме обеспечить выполнение функций, возложенных на комиссию с Братинным кодексом, а также возможно всегда иметь необходимый корм для проведения заседаний. Нагадаем, в улучшении кандидатов депутатов Мясцовых Советов распочнется 10-го снежня. А пошний день сдаши документов 8-го студеня. Регистрация пройдет с 9-го по 18-го студеня. После этого стартует перед выборной агитацией, которая протягивается до 18-го лютого у Ключна. 16 шмат поверховок побудуют все лето на Гомельщине, дякаючи адресному субсидированию, сгодна указа номер 240. За разработки ведутся на 12 объектах. В ближайший час выдаунники приступят до закладки и от 64 домов. Причем такое жилье, та не еще, чем коммерцины. В Гомельском районе кошт квадратного метра складе 660 рублёв. Новые домы изъявятся так само областным центром, зыры, житковичах и речицы. Кредитные ресурсы в объеме 27,5 млн рублёв выделили три белорусские банки. З их омаль 9,5 млн. накируют на индивидуальное жильевое будовництво. Разом с тем, после уведения указа номер 240, повстала необходность унесения широкого змены у иншие нормотворшие акты. Например, сгодно с постановой САУМИНА номер 835 перегляджены умовы и парадок отнесения граждан до категории малозабеспеченных для отримания льготных кредитов. К малозабеспеченным гражданам на получение господдержки на строительство жилья относятся граждане, у которых среднемесячный совокупный доход не превышает трёх минимальных потребительских бюджетов за 12 месяцев. Это сегодня 312 умножить на 3. Это где-то получается около 950 рублей на одного члена семьи. А кроме того, поширенный перолик доходов, из которых складается сукупный доход семьи. Сюди да прикладывают додоли доплаты за вученные ступени и звания, и президентские гранты. Беларусь на шляху до балонской системы. У ГДУ Мяфранциска Скарыны провели международный семинар-тренинг при поддержке экспертов с краин Европейского Союза. Тема семинара – содейничный развитие компетенции в высшей адукации Беларуси. Удельники обмерковали пытание реализации дорожной карты балонского процесса в Республике Беларусь. У приватности новые методы распроцовки адукационных программ и мощности взаимного залива от знака в ВНУ Беларуси и ЕС. Я думаю, что уровень беларуского образования сегодня высок, как и его качество. Вы хотите адаптировать систему образования к балонскому процессу, потому что стремитесь привлечь иностранных студентов, а они будут платить вашим университетам за обучение и чтобы увеличить интернационализацию студентов. Но если говорить именно о качестве высшего образования в Беларуси, то оно хорошее уже сегодня. Завтра в Гомеле продают мероприемство, примеркованное до 74-й годовиной вызволения города от немецко-фашистских захопников. В программе урочистый митинг на площади працы и святошный концерт в областном громадском культурном центре. 26 листопада 1943 года в злучении и части 1-го Беларусского фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского увошли в областный центр. Сегодня имя Рокоссовского названа одна из в улиц Гомеля, а его особистые рэши заховываются у Музея военной славы. Что еще связывая город со знакомитым полководцем, ведая Олег Синцюроу. Великая Айчинная для этого человека не сторонка, а целая книга життя. Сталинавитый полководец и он отрывал пермоги еще в 1941-м. Именно авито под его командованием у листопаде 1943-го был вызволен Гомель, первый сярод областных центров Беларуси. Творит Москва. Передаем приказ Верховного Главнокомандующего генералу армии Рокоссовскому. Войска Белорусского фронта, продолжая развивать успешные наступления, в результате смелого обходного маневра сегодня, 26 ноября, овладели областным и крупным промышленным центром Беларуси городом Гомель. Все помещения расположены в два яруса. Уходят они вглубь земли на несколько десятков метров. И, судя по той документации, которая сохранилась с 1934 года, толщина стен, наружных стен, составляет порядка полутора метров бетона. Таким образом, это помещение было полностью защищено как от воздействия с воздуха, так и от других агрессивных средств. Сегодня былый командный пункт уже не заявляет с закрытым объектом, а где трапить сюда непросто. Все уходы зачинены, это тумачится в первую очередь мерами безопасности. За минулый час подлога у бункера струхлела, и уже можно не вытромить ваги человека. Объект в угле давно не выкористовывается, и приходит в занепад. У бункера и зараз шматчаго засталось от военных, а махчимы еще до военных часов. Вось тут вероятно находилось помешкание для заховывания сброи. В селеком разе, когда меркать по замках, правда заразы нужно не дженничать. На суперок выказыванием некоторых аматоров военной истории у бункера есть у всего два уходы. Причем по однимзих, после аварии на канализационной сетце, прости не махчима. До речи, сверху бункер накрытый будинком, а тому значение не просто. А вось некоторые особистые речи Константина Рокоссовского можно свободно убачить образцами музея военной славы. Это еще сотрудники Краеведческого музея выезжали в Москву, встречались с женой. Уже не было Рокоссовского в живых. Это конец 60-х, начало 70-х годов. И там передали мундир, передали личные вещи, книгу уже подписали родственники его мемуары. Китель с погонами, портигар, ручка, книга, успоминный устрадавский долг и лента печь гонорового грамотянина Гомеля. Такое звание тогда еще генерал армии Константин Рокоссовский отримал после вызволения города поражение агульного схода у городжан. Олег Синчеров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Назвышенный полномочный посол королевства Швеции Республики Беларусь Кристина Юханасен наведала Гомельскую областную библиотеку имя Ленина. Тут она ознайомилась с выставой «Швеция в отшима белорусов». Экспозицию склали левшие работы у дельников одноименного фотоконкурса. Свои издымки дослали около 700 белорусских фотографов. Кожный мкнулся максимально неординарно продемонстровать свое особистое обошвение Швеции, ее життя, традиции и духовных каштонностей у насильництва. «Малыши Карлсон» – это была самой любимой книгой в моем детстве. И поэтому я захотела поучаствовать в этом конкурсе, показать, с какой стороны я знаю Швецию. Решила сделать вот такую фотографию, где мой сын с Карлсоном в белорусской вышиванке. Ну и эта фотография заняла третье место. Так само в областной библиотеке имя Ленина отбылась презентация перокладу на белорусскую мову книги выдатного шведского поэта, лауреата Нобелевской премии 2011 года Тумаса Трансромера. Мастацким натхнением ему служила сосветная литература, а античные и библейские крыницы, христианская мистика и барошная поэзия вдыхнули життё у его тонкую и проникливую лирику. Дарышей Тумас Трансромера был особистый знакомый с Иосифом Бродским, який высоко оценивав его творчость. Назвычайный полномосный посол Королевства Швеции у Республики Беларусь Кристина Юханеса назначает, супрацовненство с Гомерской областью треба развивать як у сферы экономики, так и у культуры. Культурное сотрудничество столь важное, как и торговое сотрудничество. Я лично получила массу удовольствия от этой выставки, от всех тех фотографий, которые были посланы на этот конкурс, потому что действительно эта Швеция глазами беларусов. Вот беларусы и гости видят что-то другое, чем мы. Хорошая фотография, большой интерес, это очень радует. ГТ и другие новинки вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tivergomil.by. Далее у эфира «Спортивный огляд». З новинами спорта вас познайомить Максим Савин.